Всем добрый день, меня зовут Алексей Клявлин, я являюсь инженером технической поддержки группы компании KIA Expert, которая входит в группу компании PLM Ural. Компания является элитным партнером ANSYS, занимается поставкой и внедрением технологии ANSYS в России и странах СНГ. Вашему вниманию предлагается вебинар, где будет сделан обзор методов, которые помогут вам при работе с моделями асинхронных двигателей. За последние несколько версий разработчики программного обеспечения добавили несколько опций для удобства работы с моделями асинхронных двигателей. Учитывая то, что многие пользователи продолжают работать с такими моделями, как и с другими классическими задачами по старинке, можно сделать вывод о том, что опции обязательно требуют комментариев и пояснений, потому что их работа и задания не очевидны. Сегодня мы рассмотрим вопросы проблематики и посмотрим на примеры работы опции быстрого достижения установившегося состояния. Первый вариант – это с использованием модели Fast Rich SteadyState, это быстрый выход на стационарное состояние, возможен через инициализацию решения с использованием решателей AdiCurrent и Transient TDM. Подготовлена информация по созданию эквивалентных ROM-моделей для асинхронных двигателей и их использованию в симуляторе TwinBuilder Simplorer, а также для быстрого создания карт эффективности на основе этих моделей по нижному порядку. И заключительная тема будет посвящена созданию карт эффективности асинхронного двигателя с использованием дополнений ACT MaxBook. Пользователи, кто работает с моделями асинхронных двигателей, обязательно должны были обратить внимание на длительные переходные процессы и долгое время моделирования перед тем, как результаты достигнут установившегося состояния и с ними можно будет работать. Например, такой красивый подход, как использование одного периода тока в синхронной машине, в асинхронной машине, к сожалению, не применим. В этом случае обязательно нужно использовать источник напряжения. В большей степени это связано с переходными процессами в краткозамкнутой обмотке ротора. Причем можно выделить наиболее тяжелый случай для моделирования. Это высокая скорость вращения ротора с низким электромагнитным моментом на валу, использование источника тока, закрытый паз ротора и тогда, когда стержни обмотки ротора выполнены из материала с высокой проводимостью, например, медные. Для примера такого сложного случая можно рассмотреть результаты моделирования синхронного двигателя. Как раз используется высокая скорость вращения с большим значением скольжения и медным ротором. В модели используется источник тока в качестве возбуждения. Все эти особенности двигателя приводят к увеличению постоянного времени машины. При использовании стандартного метода расчета, нестационарной задачи потребуется более 150 электрических периодов, что, конечно, сильно усложняет моделирование. Таким образом, очевидно, что необходимы какие-то вспомогательные инструменты, которые позволят сократить время выхода на стационар. Практически все нововведения последних версий связаны с быстрым выходом на стационарное состояние и сопутствующие возможности по построению карт эффективности базируются на материале, изложенном в данной статье. Предложены два метода ускорения расчета. Первый – это метод с переменным потокосцеплением, AFM. И второй метод – это метод приведения проводимости ротора. Эти методы подходят практически для всех многофазных машин переменного тока. В одном из методов постоянная составляющая потокосцепления устраняется путем приложения дополнительной составляющей напряжения в течение небольшого временного интервала для каждой фазной обмотки. Потокосцепления в конце этого интервала является идеальными начальными значениями для последующего моделирования переходного процесса. Второй метод основан на приведении проводимости ротора к работе машины с заблокированным ротором. Это позволяет значительно уменьшить постоянное время ротора. В результате установившиеся потокосцепления могут быть получены очень быстро, в течение следующего периода. Эффективность предложенных методов подтверждена некоторыми примерами применения. Вот, к примеру, работа трехфазного трансформатора без нагрузки. Трехфазный трансформатор моделируется на холостом ходу. На слайде показана 1,4 симметричная часть геометрической модели. В первом столбце показаны результаты нестационарного расчета в Maxwell Transient без использования предложенного метода AFM. Вы можете видеть формы приложенного напряжения и смоделированные трехфазные кривые потокосцепления и тока. Ток в момент полупериода 8,33 мс достигает примерно 13 кА, поскольку амплитуда потокосцепления удваивается из-за наличия постоянной составляющей потокосцепления, и из-за большой постоянной времени требуется очень много времени моделирования, чтобы постоянная составляющая потокосцепления была уменьшена до нуля. Чтобы быстро компенсировать постоянную составляющую потокосцепления, используется метод AFM, который модифицирует исходные трехфазные напряжения переменного тока на первом полупериоде, как выделено красной рамкой у меня на слайде. По графикам потокосцепления и формы тока можно отметить, что при использовании метода AFM установившееся состояние достигается очень быстро уже на втором периоде. Второй пример – работа под нагрузкой неявнополюсного синхронного генератора. Двухполюсная модель синхронного генератора 125 МВА показана на слайде. Двухполюсная обмотка возбуждения запитана постоянным током 1,3 кА. Генератор работает под полной нагрузкой. Результаты моделирования с использованием методом AFM сравниваются с результатами моделирования без использования метода AFM. На рисунках показаны смоделированные формы сигналов тока и вращающего момента без использования метода AFM. Можно заметить, что на профиле тока заметна постоянная составляющая даже к моменту времени 2 секунды, который охватывает 100 периодов. Компоненты постоянного тока создают в машине неподвижное магнитное поле, которое взаимодействуя с вращающимся полем создает переменные вращающиеся моменты. Профиль кривой крутящего момента показывает, что для того, чтобы переменная составляющая крутящего момента снизилась до нуля, еще требуется очень много времени. На рисунках справа показаны смоделированные формы сигналов тока и вращающего момента, соответственно, при использовании предлагаемого метода AFM. Установившееся состояние достигается очень быстро, буквально через пару периодов. В ранних версиях Maxwell, по-моему, около 17-й, пользователи уже имели возможность познакомиться с возможностями нестационарного решателя быстро достигать установившего режима в магнитных задачах с возбуждением от источника напряжения с большими временными константами и наличием постоянного и очень медленно уменьшающегося компонента магнитного потока. Этот функционал можно было использовать только путем подключения внешней схемы из Maxwell Circuit Editor, что было крайне неудобно. На сегодняшний день в этом нет необходимости. Тем не менее, если используется схема, то в библиотеке компонентов можно найти специальный элемент. На рисунке он выделен красной рамкой, на иллюстрации со схемой. Вот в этом месте такой специальный компонент, который как раз активирует данную модель. В последних версиях уже диалоговое меню настроек решателя позволяет задействовать модель AFM через включение опции Fast Rich Steady State и даже использовать ее совместно с технологией параллельного вычисления TDM. Работу модели, как и говорилось, можно увидеть в начале процесса решения на графике входного напряжения. На основании, введенной пользователем частоты основной гармоники, к возбуждению добавляются дополнительные компоненты напряжения в первый полупериод для быстрого сведения к нулю компонента постоянного потока. Рассмотрим третий пример. И второй случай с моделью четырехполюсного асинхронного двигателя, большой индуктивностью рассеяния ротора, с закрытыми пазами ротора. Двигатель работает с малым скольжением, развивает мощность 5 кВт. Большая индуктивность рассеяния ротора может вызвать большую постоянную времени. Во-первых, двигатель моделируется при работе с реальной нагрузкой, с использованием исходной модели, конечно элементной, с использованием модели AFM. На слайде, в первой колонке, приведены диаграммы токов и вращающего момента. Даже несмотря на то, что постоянная составляющая потока сцепления во всех фазах статора может быть равна нулю во втором периоде при использовании AFM, токи ротора по-прежнему могут в себя включать некоторые переходные компоненты. Для достижения установившегося состояния током ротора может потребоваться очень много времени из-за большой постоянной времени ротора. Чтобы ускорить процесс формирования установившегося состояния токов ротора, предлагается другой метод, который связывает проводимость краткозампнутой клетки ротора со скольжением при работе в режиме заторможенного ротора. Далее моделирование запускается с помощью конечноэлементной модели МАСЛ, работающей на заблокированном роторе с эквивалентной проводимостью ротора. Модель быстрого выхода на стационар для обмоток статора остается включенной. Полученные кривые трехфазного тока и вращающего момента показаны на рисунках в среднем столбце. Можно заметить, что установившееся состояние достигается только за два периода. Установившийся средний крутящий момент и среднеквадратичный фазный ток составляет 15,9 Нм и 131,4 А соответственно. Для получения более точных результатов используется решение исходной модели с разблокированным ротором и без изменений сопротивления ротора. Начальное состояние первого шага расчета на 10 мс берется из полевого решения эквивалентной модели предыдущего в случае. Формы оригинальных кривых трехфазного тока и вращающего момента показаны в третьем столбце. Итого для достижения установившегося состояния требуется еще три периода. С моделированием установившийся средний крутящий момент и среднеквадратичный фазный ток составляет 15,3 Нм и 133 А соответственно. Но отчетливо видны гармоники тока и пульсации момента. Как мы могли убедиться из последнего примера, для синхронных двигателей не всегда достаточно использовать метод AFM. Более правильным будет использовать обычный нестационарный расчет, но с инициализацией решения с помощью решения эквивалентной модели решателями AdiCurrent или Transient. В таблице приведены плюсы и минусы инициализации решения обоими решателями. Использование вихретокового решателя как средство инициализации обычно удобнее, поскольку ему нужно решить только одну стационарную точку. С другой стороны, нужно создавать и настраивать отдельный дизайн. Для инициализации решения в решателе Transient требует всего лишь изменения трех чисел в оригинальной модели. Использование в качестве дизайна для инициализации решателя переходных процессов с декомпозицией временной области TDM имеет больше преимуществ за исключением адаптивного сеточного генератора и необходимость дополнительных лицензий HPC. Инициализация вихретоковым решателем не поддерживает соединение обмотки звездой, не поддерживает скос шехтованного пакета и неприменима при сильном насыщении магнитной системы и при сильных несинусоидальных сигналах. Поэтому для того, чтобы избежать все ограничения ADC, хоть и инициализация с помощью его возможно, для себя я выбираю инициализацию решения с помощью решателя Transient. При инициализации решения с помощью решателя ADC используется копия оригинальной нестационарной модели, которая имеет сопротивление ротора, зависящее от скольжения. При использовании вихретокового решателя ротор не вращается. Асинхронный двигатель представлен в виде трансформатора, работающий с вращающимся B-полем. Принцип такой же, как и в эквивалентной схеме асинхронного двигателя. Необходимо только изменить сопротивление обмотки ротора с использованием переменной SLEEP, так скольжение, да и все. Вот на слайде изображены формы токов, полученные в оригинальном дизайне с инициализацией решателем ADC. Установившись в состояние, достигается примерно через три периода. Причем можно отметить, что при первом шаге интегрирования в модели уже присутствуют начальные, близкие токи статора и ротора. Инициализация с помощью решателя Transient, по сути, очень похожа на предыдущий вариант. Также используется метод заблокированного ротора, модифицируется сопротивление ротора. Решение получается с помощью распараллеливания шкалы времени периодик ТТДМ. Как соотносится работа двигателя на номинальной скорости к работе модели при заблокированном роторе? При номинальной работе, большая постоянная времени ротора из-за большой индуктивности возбуждения и малого сопротивления ротора, наблюдается долгое время расчета для достижения установившегося состояния для токов ротора при номинальной скорости. При относительной частоте та же концепция, что в эквивалентной электрической цепи сопротивление ротора, деленное на скольжение, или проводимость ротора, умноженное на скольжение при необходимой скорости. В этом варианте у двигателя малые временные константы ротора, так как задано большое сопротивление. Немалым бонусом становится использование периодик ТДМ, так как в модели одна частота для статора и ротора. То есть весь переходный процесс одного периода мы можем решить в единицу времени с помощью распараллеливания шкалы времени с помощью метода периодик ТДМ. При инициализации решения нестационарным решением, так выглядит профиль тока полного решения оригинальной модели. Область выделена красной рамкой, это решение для инициализации до 20 миллисекунд заблокированным ротором. Первый шаг интегрирования оригинального решения начинается как раз с момента окончания диапазона решения для инициализации. То есть с 20 миллисекунд мы начинаем уже решение оригинальной модели. Тут уже ротор вращается с номинальной скоростью, формы тока имеют высшие гармоники, и установившийся режим наступает уже на втором периоде. Соответствующую картину мы можем наблюдать на графике вращающего момента. На одном графике изображены формы вращающего момента, полученные без использования каких-либо вспомогательных методов и с использованием метода инициализации. Можно отметить, что усреднение момента с 40 миллисекунд до 60 миллисекунд дает ту же величину, что и при полном нестационарном расчете. Итак, вот мы рассмотрели два эффективных метода для ускорения переходного процесса, для достижения установившегося состояния при моделировании машин переменного тока. Для наглядной демонстрации работы предложенных методов представлены три примера применения – силовой трансформатор, синхронный генератор и синхронный двигатель. Результаты моделирования показывают, что в большинстве случаев с использованием современных методов моделирования можно сэкономить не менее 90% расчетного времени. Следующая тема, о которой сегодня пойдет речь – это эквивалентные ROM-модели синхронного двигателя с использованием решателя ADCURRENT и симулятора TWIN BUILDER. Напомню пользователям о симуляторе SIMPLORER или TWIN BUILDER – это как мощная среда, позволяющая создавать модели системного уровня, разного уровня сложности, от модели силовой электроники до исполняемых моделей цифровых двойников. Когда стоит задача построить систему управления двигателем, моделировать долгие нестационарные процессы, провести виртуальные тесты с механическими тепловыми подцепями и т.д., то решение методом конечных элементов становится неприемлемым вследствие низкого быстродействия. Соответственно, есть запрос на более быстрые расчетные модели с минимальной потерей точности. Симулятор SIMPLORER или TWIN BUILDER исторически поддерживает режим совместного расчета с любыми нестационарными конечноэлементными моделями из МАЦВАЛ. Этот режим называется ко-симуляцией. На каждом шаге интегрирования решается схема в TWIN BUILDER и конечноэлементная модель. Режим ко-симуляции является максимально точным, но и максимально медленным с точки зрения скорости вычисления. Модели пониженного порядка, созданные на основе конечноэлементных моделей в МАЦВАЛ, напротив, очень быстрые. С их помощью появляется возможность комфортно работать с длинными нестационарными режимами, пусть с небольшой потерей качества результатов. В последние несколько версий разработчики разрабатывали рабочий процесс создания ROM-моделей для асинхронных машин. Теперь пришла очередь создания ROM-моделей и для асинхронных двигателей. В 21-й версии появился функционал для создания эквивалентной модели трехфазного асинхронного двигателя с учетом индукционных эффектов нелинейной магнитной цепи на базе ADECURRENT расчета. Технология очень похожа на создание эквивалентных моделей для машин с постоянными магнитами. Реализуется метод через редактор схем, где есть новый компонент ECEIM, в котором пользователи настраивают значение параметра тока фазы, значение скольжения зафиксировано и не изменяется. Полученные модели асинхронных двигателей очень удобны и экономят массу времени при работе с ними в симплорах для отладки схем управления и проведения экспериментов. Метод создания такой эквивалентной модели пока плохо документирован, но можно сказать, что в основе лежит решение, которое мы рассматривали в методе инициализации с помощью решателя ADECURRENT. Пользователю необходимо только подключить схему с компонентом ECEIM и запустить решение. Алгоритм полностью автоматический. В свою очередь, симплорер также полностью в автоматическом режиме считывает все необходимые данные из директории моделирования Maxwell и формирует ROM-модель в своем графическом интерфейсе. На рисунке приведено сравнение результатов одинакового эксперимента, проведенного с использованием конечной элементной модели Maxwell и в симплорер с использованием ROM-модели. Видно, что результаты как по вращающему моменту, так и по току близки друг к другу. Отсутствуют некоторые гармоники на профиле тока и пульсации момента. С другой стороны, мы имеем высокую скорость решения, что позволяет нам работать с длинными диапазонами времени, заниматься отладкой схем управления и т.д. Сделал увеличение картинки, сравнение формы тока и вращающего момента. Рассмотрим следующую тему – использование инструментов ANSYS для построения карт эффективности асинхронных двигателей. На сегодняшний день существует два способа построения карт эффективности для асинхронников. Это дополнение Electrical Machine Toolkits в ANSYS Maxwell и модуль LAPS в MotorCAD. О третьем методе пока есть только частичная информация, далее я расскажу то, что про нее известно. В последних версиях для работы с картами эффективности асинхронных машин в Maxwell не требуются какие-то дополнительные скрипты и файлы. Все необходимое поставляется в установочном дистрибутиве. Поддерживаются не только асинхронные двигатели, но и уже большинство классических электрических машин в режиме двигателя и генератора. Каждую версию функционал расширяется. В скором времени появится возможность по указанию двух диапазонов скольжения, что очень важно для качества графика. Сейчас уже реализованы возможности по выбору стратегии управления, учету добавочных потерь в меди, механическим потерям. Для потерь в стали существует аж три метода вычисления. Для построения карты эффективности с использованием машин Toolkit CCT необходимо провести эксперимент дизайна с перебором трех переменных напряжения, скольжения и частота. Другими словами, необходимо решить параметрическую таблицу в несколько тысяч вариантов расчета. Причем каждое из решений должно выйти на установившееся значение для успешной постобработки. Припоминаю первые версии скриптов для построения таких карт эффективности. Тогда был реализован метод AFM на уровне внешней схемы для быстрого выхода на стационар. Как мы уже говорили ранее, переходный процесс потоком ротора все равно затягивает выход на стационар, даже при использовании модели AFM. Поэтому в настройках был пункт, сколько периодов исходного напряжения необходимо посчитать. По умолчанию стояло 12 периодов. В таком случае скорость вычисления была очень низкая, даже при использовании серьезного оборудования. В новых версиях машин Toolkits для ускорения расчетов используют метод периодик ТДМ с заторможенным ротором и модифицированным сопротивлением ротора. Как мы уже могли наблюдать на предыдущих слайдах, это решение в целом достаточно быстрое, дает удовлетворительные результаты, но без учета высших гармоник и пульсаций момента. Построение карты эффективности асинхронного двигателя в MotorCAD мы пропустим. Хотя инструмент достаточно удобный и по моему опыту дает достаточно близкие результаты к картам Maxwell, которые мы только что обсудили. А вот третий вариант, о котором хотелось бы рассказать, это в следующей версии, в 22R1, заявлено о возможности быстрого построения карты эффективности с эквивалентной ROM моделью. Но пока эта возможность плохо задокументирована. Известно, что в основе быстрого построения карты эффективности лежит эквивалентная ROM модель, которую вот мы только что обсудили на предыдущих слайдах. Создание карты эффективности для асинхронной машины в методом конечных элементов занимает значительное время. Если на расчет одной комбинации параметров необходимо полторы минуты, то расчет всех необходимых состояний занимает 24 часа. Использование новой эквивалентной модели для построения карты эффективности значительно ускоряет процесс. Основное время около часа требуется на создание самой модели. Построение карты эффективности проходит значительно быстрее предыдущего варианта и занимает менее часа. По моему мнению, подготовленная решателем ADE Current модель пониженного порядка подключается к RMExpert. Пока еще точного алгоритма нет, мне он неизвестен, потому что релиза не было, но тем не менее из тех материалов, которые я видел, можно сделать вывод, что модель, которая создается с помощью решателя ADE Current, вот эта модель пониженного порядка, она подключается к вычислительному модулю RMExpert, задаются дополнительные настройки через User Defined Data, указывается место расположения файла модели ROM, выбирается тип карты, двигатель или генератор, вводится ограничение шкал по моменту и скорости. После запуска расчета в постпроцессоре RMExpert появятся все необходимые отчеты. То есть вот эти вот отчеты предустановленные, они будут базироваться на модуле RMExpert. Таким образом, основная часть вебинара у меня завершена. Если у вас есть какие-то вопросы по работе с другими продуктами ANSYS, вы можете их задать специалистам компании и обсудить на форуме по адресу keclub.ru. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях, там вас ждет много полезной и интересной информации. Спасибо всем за внимание. До свидания. Присоединяйтесь к нашим сообществам. Присоединяйтесь к нашим сообществам. Присоединяйтесь к нашим сообществам. Продолжение следует...